Главное теперь, чтобы наши следствия массовой информации довели до всего Михайловского района, что он есть, существует, а когда он будет приходить, туда же соответственно они собрались, девочки все знают, как, да чего, какие справки, все. В Михайловском комплексном центре социального обслуживания населения в конце декабря 2018 года состоялось торжественное открытие пункта проката технических средств реабилитации. Участие в этом событии приняли представители региональной и районной власти, а также сотрудники учреждений социальной сферы. И Министерство социальной защиты труда населения, и, соответственно, непосредственно и министра, но и губернатора, который поддержал этот проект, начиналось это не два, не три, не четыре месяца назад. Ну, сначала так было туманно, потом все разложилось по полочкам, не буду дальше дорогу разгаривать, но в целом мы сейчас видим, что очень полезная и нужная вещь у нас сейчас есть на территории Михайловского района, который поможет на сегодняшний день оказать помощь тем людям, которые нуждаются в них. Людям преклонного возраста, ну и, соответственно, людям, которые нуждаются, скажем так, с инвалидностью. Поэтому будем и дальше реализовывать, это только начало, теперь нам нужно, это же пилотный проект, показать и доказать, что не зря выбрали и Михайловский район в том числе, поэтому будем совместно работать на благо тех людей, которые нуждаются в помощи. Представляем Евгений Владимирович Сидорову и Наталью Викторовну Берюлину. Пожалуйста. Участие в открытии пункта проката технических средств реабилитации приняла начальник управления социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты населения Нерезанской области Наталья Берюлина. Открытие пункта проката стало возможным благодаря тому, что на территории Рязанской области создает систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста инвалидами. Эта система создается на территории Российской Федерации благодаря поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И Рязанской области одна из шести пилотных регионов, которая включилась в этот проект с 2018 года. Одноосновная цель пункта проката сделать все возможное для того, чтобы люди как можно, пожилые люди и инвалиды были как можно дольше самостоятельными, а также для того, чтобы облегчить уход за ними их родственников. Правительство Рязанской области поддержало реализацию пилотного проекта на территории Рязанской области. Всего выделено более 24 миллионов рублей в 2018 году и около 52 миллионов в 2019 году. На создание конкретного пункта проката выделено из властного бюджета более 2 миллионов рублей. Мы хотим тоже выразить благодарность и главе администрации Евгению Владимировичу Сидорову Михайловского района с тем, что он выделил помещение и оказал содействие в организации работы пункта проката. Пункт проката средств реабилитации открыт для всех, кому они необходимы. Ведь здесь можно получить и кресла-коляски, и кресла-стулья с санитарным оснащением, и трости, функциональные кровати и многое другое. Обратиться могут граждане пожилого возраста и инвалиды, а также их родственники, для того, чтобы был максимально возможный комфортный уход, осуществленный за их родными. А какие средства будут представлены? Какие средства будут представлены? Это и кресла-коляски, мы вот здесь их видим, и трости, кресла-стулья с санитарным оснащением. Еще будут поставлены функциональные кровати и другие средства реабилитации. Наталья Быстракова, Владислав Окароков, Александр Кратаев, Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.